Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что Бог делает в нашем веке? Он собирает вместе свою церковь, и мы с вами можем быть ее частью. Если вы говорите, зачем мне становиться частью церкви, я могу верить в Бога сам по себе, зачем мне ходить в какое-то здание каждое воскресенье? В какой-то мере я с вами согласен. Решение следует за Иисусом — это дело личное. Вы можете принять это решение на парковке, дома или в магазине, но Писание ясно говорит, что мы становимся зрелыми, находясь в общении друг с другом. Говоря о сообществе верующих, Бог использует слово «церковь». Невозможно найти главную цель Бога для вашей жизни, если вы вне сообщества церкви. Откроем слово Божие, чтобы понять, что об этом говорит Иисус, и чтобы стать домостроителями церкви. Давайте посмотрим Матфея 16, главу 18 стих. Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и в ней будет столько энергии, что ее не остановят даже врата ада». Иисус занят постройкой церкви. Он продвигает свою церковь. Я тоже хочу быть таким. Мне надоело, что на церковь вечно клевещут, ее критикуют, унижают. То, что вы следуете за Иисусом, никогда не занизит вашу значимость. Нам вечно затыкают рот и говорят, что мы должны быть толерантны. Не приносите Библию в офис, не говорите здесь о Боге, но Он мой Господь. Этим вы оскорбляете меня. Мы живем в стране с христианским наследием. Мы никогда не были страной, состоящей только из христиан. Наши отцы-основатели сделали все, чтобы ни одна конкретная церковь не стала единственным обязательным местом поклонения. Они могли заставить нас быть баптистами, представителями епископальной церкви, пресвятырианами. Но они дали нам свободу вероисповедания. В документах об основании Америки нет разделения государства и церкви. Сейчас такой закон существует, но в первых документах его не было. Я не считаю хорошей идеей основания единственной правильной церкви в государстве. Но, вне всякого сомнения, бесспорно, наша нация была основана главным образом, под влиянием христианской веры. Места писания выгравированы на самых известных исторических зданиях Вашингтона. Это наше наследие. Права и свободы человека стали плодом характера, сформировавшегося под влиянием веры лидеров этой страны. И пока мы продолжаем позволять своему характеру формироваться на основании принципов Слова Божьего, наши свободы будут сохранены. Но если мы их отвергнем и занизим влияние церкви на нашу культуру, мы лишимся свобод. Государство, отделенное от церкви, — это угнетающая сила в жизни человека. И этому есть масса доказательств. Не стоит извиняться за церковь. Церковь — это сила, которая приносит в общество свободу и терпимость. Она только повышает качество Вашей жизни, но никак не принижает его. Для меня честь и привилегия — быть частью церкви. Мы — последователи Иисуса. Следуя за ним, мы находим цель, значение и ценность своей жизни на земле и в вечности. Без Иисуса мы были бы всего лишь людьми с добрыми намерениями. Я не говорю, что это зло, но влияние таких людей гораздо менее значимо. Иисус сменяет людей. Мы знаем из Писания таких людей, как Иоанн, Петр, Мария, Магдалина. Их жизнь изменилась радикальным образом, когда они последовали за Иисусом. Их жизни изменились не потому, что они просто решили быть лучше и добрее, или потому, что они решили красть меньше других. Их жизнь радикально изменилась, потому что они последовали за Иисусом. Это же происходит и сейчас. Мы не просто добрые люди, делающие добрые дела. Мы — последователи Христа, и Он поднимает нашу жизнь. Если вы купились на ложь о том, что жить с Иисусом означает лишиться всех радости и наслаждений жизни, то вам нужно осознать, что вы поверили в ложь. Иисус — это сила свободы. Он изменяет вашу жизнь. Я верю, что перемены производят церковь и сообщество. Мы видим это в Иеремии 29 главе. Иеремия был пророком в Иерусалиме, и у него была очень сложная задача. Всякий раз, когда я читаю книгу Иеремии, я полон сострадания к нему. Перед ним, как пророком в Иерусалиме, была сложная задача. Бог велел ему оповестить народ, что он пошлет на них суды. «Ваши сердца лукавы, а вы же стыковы иные народ, поэтому суды неминуемы. И вы уже никак не сможете их отвратить от себя. Приготовьтесь». Народ ненавидел Иеремию. Они жестоко обходились с ним и отвергли его послание. Он не был в списке бестселлеров. Его бросили в яму. Он страдал за это послание. Но Бог вступился за него, исполнив то, о чем он предупреждал. Иеремия имел привилегию, когда они покидали Иерусалим. Говорить им о том, что когда их отведут в чужую страну, они должны молиться за город, в котором их поселят. Я подумал, что вам понадобится увидеть контекст. Это 29 глава Иеремии, и здесь сказано, «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Он знал, что они попадут в город язычников. Они жили в Иерусалиме, где центром города был храм, где каждый день приносились всесожжения Господу. Но вот они покидают Иерусалим и идут в языческий безбожный город. И он говорит, молитесь за город. Не стоит его осуждать. Там вы. Значит, туда придут Божие благословения. Я верю, что церковь, как сообщество, привлекает к себе внимание Бога и уникальное благословение. У нас есть своя роль. Мы не пустое место в обществе. Мы благословение. Если бы я говорил это группе мирских людей, они скептически восприняли бы это заявление. Но мы церковь, и мы должны воспринимать с энтузиазмом тот факт, что ради того, чтобы благословить свой народ, Бог благословит то место, где мы находимся. И люди вокруг тоже ощутят поток его благословений. Один стих 62 главы Исаия описывает важную часть нашего призвания, как поместная церковь. Проходите, проходите в ворота. Здесь ясно говорится о том, что мы должны провести людей через ворота. Вход в город. Это приглашение. Мы зазываем. Заходите в город через ворота. Мы понимаем, что Бог велел нам как церкви приводить людей в Царство Божие. Мы приветствуем здесь людей, чьи жизни не кажутся слишком набожными. Кто не знает, как пишется Слово Бог и как вести себя благочестиво. Их прошлое и то, как они прожигали свою жизнь, на первый взгляд не вписывается в портфолио ученика Иисуса. Но мы принимаем этих людей. Мы не относимся к греху слишком мягко и не отменили нормы поведения. Мы просто хотим помочь людям познать Господа. Приготавливайте путь народу. Интересная задача. Кто должен выполнить эту задачу? Приготовить путь народу. Те, кто уже здесь и хотят готовить путь. Я понимаю, насколько это важно, потому что нахожусь в этой церкви уже много лет. Я был в ней еще до того, как мы приобрели прекрасные здания, парковки и чудесные помещения для наших детей. Приезжать на служение в июле было большой жертвой. В этом не было ничего удобного. Никаких нормальных условий. Но если ты любишь Бога, то выбирал приезжать в церковь. На протяжении многих лет я видел, как люди в церкви чем-то жертвовали, чтобы другие могли присоединиться к ним. Они вкладывали свое время и усилия. Служили и щедро отдавали. Всегда руководствовались сведением о том, что это принесет кому-то пользу. И люди познают Иисуса, как познали они. Это не значит, что у них в жизни не было никаких проблем, но они ценили то, через что смогли пройти. Я видел, как они готовили путь, чтобы другие могли присоединиться к ним. Будущее нашей церкви в том, чтобы такое отношение продолжало цвести в наших сердцах. Мы верим, что то, через что мы проходим в жизни, помогает нам готовить путь для других в Царство Божие. Мы готовы к неудобствам, лишь бы люди услышали истину. Верю, что мы много раз говорили «Да, готовы». Исайя говорит «Равняйте дорогу». То есть сделайте их путь как можно легче. Можно ехать по трассе или по шлаковой дороге. В обоих случаях мы доберемся до цели. Но если впереди большое расстояние, то лучше все-таки воспользоваться трассой. И наша задача, как церкви, сделать трассу как можно более удобной для людей. Иногда послушаешь христиан, «В свое время мы страдали, так что почему бы не подшутить над новенькими?» Если мы терпели неудобства, нужно им устроить некий экзамен. На Писании говорится обратное «Убирайте камни». То есть все препятствия убирайте с пути. Я думаю, что все препятствия берут начало у врага. Но благодаря препятствиям, которые нам довелось преодолеть, мы возрастали в вере больше, чем сами стремились и хотели меняться. Но я должен захотеть избавиться от всех препятствий внутри себя. Дело не в культуре и не в технологии. Я должен сам захотеть, чтобы Бог меня очистил и изменил. Забрал все мысли и привычки, которые уменьшают наш потенциал в Боге. «Бог, я так хочу измениться!» Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего умереть на кресте. Нам не должно быть все равно. Мы должны хотеть меняться. Чуть позже мы поговорим о северной части Галилейского моря, самом лучшем месте для успешной рыбалки. Здравствуйте, я пастор Аллен, и хотел бы поговорить с вами о довольствии. Мы живем во время постоянного недовольства. И дело не в том, что мы имеем. Мы имеем больше, чем любое другое поколение. Путешествуем. Наши дети имеют образование и медицину. Но мы почему-то недовольны. Мы хотим иметь больше. Это душевная реакция на жизнь. Душа — это наш разум, воля и эмоции. И если мы не позволим Духу Божьему управлять нашей душой, то будем всю жизнь недовольны, несмотря на все наши достижения. Все начинается с мира с Богом. Библия говорит, что быть благочестивым и довольным — это великое приобретение. Поэтому я призываю вас смотреть на жизнь без жалоб и желания постоянных улучшений. Просите Бога помочь вам быть довольными сегодня и доверять Ему свое будущее. Это изменит вашу жизнь в корне. Церковь — это не здание и не свод правил. Смысл церкви в Иисусе, нашем Спасителе, и задание, которое Он нам дал. Теперь вы можете получить эту серию из трех посланий под названием «Церковь целью» в качестве благодарности за вашу поддержку. За пожертвования в размере 50 долларов мы также вышлем вам молитвенный журнал, который станет прекрасным дополнением для вашей духовной жизни. Воспользуйтесь контактной информацией на вашем экране. Спасибо вам за вашу поддержку. Вместе мы можем принести разницу. Итак, северная часть Галилейского моря. Там поясы и день протекают теплые течения, что хорошо влияет на рыбалку. Города, упомянутые в Евангелии — Вифсаиды, Капернаум, Хоразим — все это небольшие рыбацкие города в северной части Галилейского моря. Это места, где ловилось наибольшее количество рыбы. Поэтому я вам гарантирую, что у берега стояло множество лодок. Но это был божественный момент призывания. Иисус говорит Симону, «Можно использовать твою лодку?» Он не попросил кого-то еще. Хотя там было много рыбаков. Симон в тот момент был свободен. Он кивнул. Он рыбачил всю ночь, его смена закончилась, настало время отдохнуть. И вдруг Равин хочет проповедовать с его лодки. Не самое лучшее время для проповеди, не так ли? Он сказал, «Да, возьми мою лодку». Когда же я перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». До этого Иисус хотел позаимствовать его лодку, а теперь лично приглашает его отплыть на глубину, закинуть сети для лова. Иисус не сказал это сделать другим людям лодки. Он сказал это лично Петру. Это был его ответ на то, что Петр предложил ему лодку. Порой мы хотим получить ответ от Бога. А сами не делаем свой вклад. Это скользкая дорога. Когда мы следуем за Иисусом, это дает импульс тому, что Бог может сделать нашей жизни. Главное при этом следовать за Ним искренне, всем сердцем. Через это мы даем Богу шанс вмешаться. «Отплыви на глубину и там снова закинь сеть». Бог и сегодня рассылает приглашение. Но есть ли у нас для Него время? Хотим ли мы вкладывать в Него? В пятом стихе Петр отвечает так, как, наверное, ответил бы я. «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Спасибо, хорошая проповедь». Я для себя записал несколько пунктов. Найду его на Фейсбуке и добавлю в друзья. Возможно, он не знал, но мы всю ночь рыбачили. «Это так, в Галилейском море пресная вода. Если рыбачить ночью, то рыбы будет больше. Мы трудились всю ночь, но ничего не поймали. В это время дня вообще ничего не поймать. Но ты, наверное, не знал». У Него были причины возразить. Мне тоже кажется, что у меня есть причины возразить, когда Бог поручает мне что-то странное. «Я тогда пытаюсь спорить с ним, доказывать, что я прав». У вас такое бывало? Я говорю ему о том, как усердно я трудился, как мало увидел плода и как это несправедливо с его стороны. Пытаешься уговорить Бога с тобой согласиться? Что ж, удачи. И порой ты цитируешь ему слово, будто он забыл. Ты пытаешься найти малоизвестное место, и Бог такой «Ах, да точно, совсем запамятовал». Но смотрите, чем заканчивается пятый стих. Это все меняет. Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему, закину сеть. Петр, скор на словцо. Он быстро зажигается, но у него уникальное сердце. По слову твоему, закинуй сеть. Вы знаете, что это говорит о нем? У меня есть друг рыбак. Он обожает рыбалку. Я тоже не прочь порыбачить. Но для него это любимое дело. Он пригласил меня на рыбалку, и я согласился. Он позвонил мне через неделю и сказал, «Выезжаем на залив на три дня». Мы ехали туда всю ночь. Оказались у воды рано утром. Какая радость! И мы ловили рыбу. Я заметил, что его абсолютно не интересовало мое мнение, что касалось рыбалки. Если бы я сказал, «Давай закинем удочку вон туда», он бы не обратил никакого внимания. В лодке Петра был плотник. И вот плотник... ...говорит профессиональному рыбаку, как поймать много рыб. Петр пытался отговориться. Я всю ночь работал... Ты немного не в теме, наверное, но по слову твоему... Никто не отплыл на глубину с Петром. Люди смотрели со стороны. Он же уже помыл сети, да? Он взял весла и начал плыть на глубину. Что это он делает? Может, учитель решил покататься? И вот они видят, что Петр забрасывает сети. Он что, с ума сошел? Возможно, Иоанн и Иаков смеялись над ним в этот момент. Вы знаете, что было дальше в 6 стихе? Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начинали тануться. Он поймал так много рыбы, что начали рваться сети. И когда на помощь подплыла другая лодка, под тяжестью такого улова лодки начали тануться. Он был уже не один. Он позвал Иакова на помощь. Мало того, что сети начали рваться под тяжестью рыбы, так еще и лодки начали тануть. Такое вот благословение. Сети рвутся, лодки тонут. Я так хочу. Я всегда пытаюсь поставить себя на место одного из участников действия, о котором я читаю в Библии. Я думаю, может, рыбаки были невнимательны от усталости, или они слишком обрадовались, что продадут пойманную рыбу и заработают много денег. А может, они поняли, что произошло чудо, и поэтому были полны восторга. Я не знаю точно. Лично мне куда легче было понять другие чудеса. К примеру, насыщение 5000 обедом мальчика. Вы помните, как Иисус сказал ученикам, «Вы, вот вы накормите их». Ученики возразили, сказав, что у них нет такой суммы. Это зарплата за 8 месяцев? Иисус спросил, «А что у вас есть?» Они сказали, «Обед мальчика». Иисус велел рассадить их по маленьким группам. Он преломил хлеб и благословил пищу, а затем отдал ученикам, чтобы они раздавали народу. Вот это чудо! Представьте, что я сказал вам, «Я вас всех накормлю обедом». У меня есть один хэппи мил. Картошка фри для каждого. Кэрри видит, что у меня в руках. Да. Он сидит на первом ряду. И у него есть надежда, что ему, ну, хоть что-то достанется. На втором ряду уже скепсис. Но кто знает, может, картошку еще принесут. А вот с мясом посложнее будет. Сидящие в третьем ряду думают, «Какая глупая затея». Но если я буду продолжать раздавать картошку фри по рядам, получится вечеринка? Мы вдруг сообразим, что произошло чудо. И в конце написано, что собрали 12 корзин остатков. Цифра указана не потому, что они так бережно относились к экологии и хотели подчеркнуть, что не оставили органическую еду на земле. Но они хотели этим показать, как много пищи они съели. Они осознавали, что произошло нечто крайне необычное. А вот ситуацию с лодками я не совсем понял. Не знаю, что именно было в их головах в тот момент, но Иисуса я могу себе представить. Наверное, Он сидел и смотрел на них с улыбкой на лице. Хм, говоришь, всю ночь рыбачил? Думаю, Иисус даже немного ухмыльнулся. Говоришь, вы здесь рыбачили ночью, да? Вот прямо на этом месте, да? Может, Он подмигнул Иакову и Иоанну. Эй, ребята, Петру нужна помощь? Лодки-то тонут? Какая жалость. Вот это благословение. Сети рвутся, лодки тонут. Только не надо говорить, что мы чего-то лишимся, если последуем за Иисусом. В восьмом стихе происходит настоящее изменение. Петр увидел, что произошло. Увидел множество рыбы, пал к ногам Иисуса, говоря, «Выйди от меня, Господи!» «Потому как я человек грешный». Петр был таким же грешным, как и час назад, но он это по-новому осознал. Иисус приносит в нашу жизнь новое осознание. Хотя мы остаемся тем же человеком в том же мире, но мы начинаем на все смотреть иначе. Мы смотрим иначе на себя и на людей вокруг. Все это приносит в нашу жизнь Бог. «Выйди от меня, Господи!» Иисус по благодати Своей делает обратное. Он приглашает Петра последовать за Ним, чтобы они могли проводить вместе больше времени. То, что, как нам кажется, разделяет нас с Богом, может, наоборот, приводить нас к Нему. Не стоит скрывать от Него наши грешные наклонности. Бог все о нас знает. Если мы хотим следовать за Иисусом, Он поможет нам их преодолеть. Это удивительное приглашение, которое изменяет всю жизнь. И мне нравится 10 стих. «И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне...» Вот он, поворотный момент. «Петр, ты был рыбаком, живя на севере Галилейского моря. Ты по ночам ловил рыбу, но отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним. Три чудесных года они следовали за Ним по всей Галилее и Орданской долине. Они были с Ним в Иерусалиме и на горе Преображения. Они следовали за Ним гробницы Лазаря. Они следовали за Ним на Елеонскую гору и в Гефсиманский сад. Когда Его арестовали, они все разбежались, но кто-то из них следовал за Ним на расстоянии, на Его пути ко Кресту. И когда наступило воскресное утро, они откликнулись на приглашение женщин и побежали к гробнице. В тот вечер они снова увидели Иисуса. Затем они вернулись в Галилею. Когда они были в лодке, Иисус сказал им, «Забросьте сеть по другую сторону». Они даже не знали, что это Он, пока сеть не начала рваться от рыбы. Тогда Иоанн сказал, «Это Господь». Знаете, что сделал Петр в этот раз? Он бросился в воду. Он может быть решительным, когда хочет. Они посвятили себя Богу, и это изменило всю их жизнь. Друзья, мы имеем великую привилегию быть частью Церкви Иисуса Христа и готовить путь для людей. Я знаю, мы все заняты делом, работа, бизнес, семья, но не стоит постоянно оправдываться или стыдиться. Не отступайте и не опускайте своих рук. Мы – люди Иисуса на этой земле. Это самая большая привилегия в жизни. Я служу в этой Церкви более 30 лет. За это время я видел, как Церковь выросла от группы людей до нескольких тысяч. С годами я понял, что дело не в размере Церкви, а в сердцах людей, которые в ней находятся. Мы здесь для того, чтобы превозносить имя Иисуса в нашем обществе. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваши глаза и показал вам, как вы можете инвестировать себя в служение Господу. Это величайшая привилегия. Я хочу помолиться. Отец, спасибо тебе за каждого человека. Дай нам мудрость, чтобы мы знали, как быть представителями Иисуса, как подбадривать тех, кто служит вместе с нами. Спасибо тебе за то, что ты будешь делать в наших жизнях. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok